Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Вот что мы расскажем в нашем выпуске. Сегодня 306 лет со дня образования российской полиции. На главной площади Карачева-Черкесии состоялся гарнизонный развод в честь праздника. Начались работы по благоустройству малого пруда в парке культуру и отдыха Зеленый остров Черкесский. Какие новшества ждут гостей и жителей столицы? Теперь у детей появилось место для проведения досуга и физического развития. В ауле Кубина открылась детская многофункциональная площадка. Каменщики, плотники, штукатуры и мастера отделочных работ. Сотни таких специалистов выпустил колледж Северокавказской академии учебному заведению 60. Ушел из жизни уроженец села Красный Восток генерал-майор ФСБ Индранил Карович Кокупшев. Боевый офицер, настоящий патриот. Достойный человек Индранил Карович прошел свой путь боевого офицера до конца. Его профессиональная деятельность начиналась в Карачево-Черкесии. Индранил Карович Кокупшев внес большой вклад в становление и развитие регионального управления ФСБ. Вел успешную борьбу с экстремизмом и бандформированиями. Помогал в воспитании молодого поколения сотрудников. О его заслугах перед родиной свидетельствуют многочисленные государственные награды. После переезда в Москву наш земляк продолжал свою службу в ФСБ России. При этом никогда не терял связи со своей малой родиной. Ему было 54 года. Глава Карачево-Черкесии Рашид Темрезов выразил соболезнования родным и близким Индранила Кокупшева. Налоговая реформа, проводимая в России, отражает запрос общества на социальную справедливость. В первую очередь она отразится на НДФЛ. Комментируя изменения налоговой реформы, председатель комиссии Общественной палаты Карачева-Черкесии по развитию экономики, агропромышленного сектора и поддержки НКО Эльдар Кишмахов отметил, что цель одна – создание крепкого среднего класса для формирования более устойчивой экономики нашей страны. То есть если мы возьмем 64 миллиона работающего населения, официально зарегистрированного, которые работают люди, повышение коснется только 3-2 миллиона, коснется людей, это 2% от 64 миллионов людей. То есть это люди с повышенной зарплатой, которые получают более 200 тысяч в месяц. Если даже они получают 200 тысяч налог, налог на 200 тысяч остается 13%, а что свыше, там, бустим, 250, если мы рассмотрим, то она облагается только 50 тысяч от этой суммы. И это примерно, если расчет сделать, для одного человека с зарплатой 250 тысяч, у него переплата по НДФЛ всего лишь 1000 рублей. То есть в основную массу людей это сильно не коснется. Люди, которые работали как самозанятые, там, по законодательству, 10 лет обещали налог не трогать, он не сдвигается. Все эти выплаты пойдут, грубо говоря, дополнительные доходы в налог для поддержания более малоимущих слоев населения. Сегодня по случаю Дня образования полиции России ежедневный развод личного состава отдела МВД России по Черкесску прошел на главной площади республики. В нем также участвовало наиболее тесно взаимодействующее с полицией подразделение Росгвардии по Карачево-Черкесии вне ведомственной охраны. На мероприятии сотрудникам, получившим очередные специальные звания, вручили погоны. Выстроившимся на площади сотрудникам правоохранительных органов довели информацию об оперативной обстановке, проверили экипировку, после чего стражи порядка заступили на службу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Мероприятия, посвященные Дню образования полиции России, состоялись во всех районах республики. В них, кроме сотрудников полиции, участвовали представители общественности, ветераны ОВД, учащиеся полицейских классов. Свежие цветы возложили сегодня к памятникам сотрудников, погибшим при исполнении служебных обязанностей. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров Черкеска» началась реализация проекта по благоустройству территории Малого пруда. Работы планируют завершить к концу 2024 года. По проекту на территории появятся пирсы, на водоеме будут организованы экскурсии, на сабордах, веревочный парк, детская игровая тропа, променад и другое. Современное уличное освещение сделает территорию безопасной и уютной, скамейки, урны, различные малые архитектурные формы позволят повысить комфорт и удобство посетителей. И все это будет осуществлено с использованием экологичных материалов, с сохранением зеленой зоны. Благоустройство проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В ауле Кубина открыли детскую многофункциональную площадку. Теперь дети могут проводить свободное время на свежем воздухе, общаться друг с другом, играть и развиваться физически. Альбина Ламкова продолжит тему. Необычные качели удивили красотой. С удовольствием качались долго мы с моей сестрой. Каждый ребенок заслуживает счастливого детства, наполненного яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Это пора беззаботности, радости и веселья. В компании друзей на площадке дети наслаждаются свободой и чувствуют себя настоящими героями своих собственных приключений. Открытие нового места для игр стало праздником для всех жителей аула Кубина. Особенно актуально летом, когда у девчонок и мальчишек много свободного времени для активных игр и развлечений. Тут все качели очень красивые тоже. Все построили хорошо. Мне все нравится. Я во встоке. Долго ждали? Да. Даже старшее поколение не прочь проводить время на ней, любоваться детьми. Хотя и немного за 80. Так и сказал председатель Совета ветеранов войны и труда Борис Пазов. У наших детей сегодня тут почувствовались. Нам только с вами надо заниматься их воспитанием. Если вы знаете, значит, жизнь существует в Ауле. Хочу пожелать побед нашему, как в прежние годы. В школу хотело больше тысяч учащихся. Открытие площадки было отмечено торжественным мероприятием, на котором присутствовали почетные гости. Они выразили свою радость и благодарность за создание такого важного объекта для аула. На новой площадке для малышей выделена отдельная игровая зона. На ней расположили горки, качели, домики. На другой зоне установили тренажеры и скамейки. Это часть уже для старшего возраста. Надо сказать, что это не первая детская площадка в ауле. Все они построены за счет средств из бюджета кубинского сельского поселения, сказал глава поселения Расул Апсов. Радость детей – это самое чистое, что может быть. Поэтому обязательно мы будем радоваться вместе с ними и будем дальше их радовать. Дальше мы собираемся тоже строить еще несколько объектов, две детские площадки. И хотим построить тротуар по всему аулу, на всю протяженность аула. Это уже по федеральной программе комплексное развитие сердцевых территорий. Родители также испытывают огромное облегчение и радость. Они знают, что их дети находятся в безопасном месте. Детскую площадку огородили и постелили на ней мягкое покрытие. Дети могут играть и развиваться под присмотром взрослых. Мы очень рады вместе с нашими детишками. Очень красивая, просторная площадка, где они будут играться, где они будут радоваться. Еще источником радости и веселья дня стало яркое и красочное выступление детей хореографического ансамбля «Абаза». Однако помимо счастья, открытие детской площадки вызывает и чувство ответственности. Родители понимают, что они должны следить за своими детьми и учить их правилам поведения на ней. Осознавая, что это место создано для общего блага. И поэтому каждый должен бережно относиться к нему, сохраняя его чистоту и порядок. Альбина Ламкова, Альбина Тимирова, Алией Бастанов. Вести Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Оставайтесь на канале «Россия-1». В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза. Во второй половине дня в отдельных районах Сильный и Град. Ветер западный 5-10. Днем в горах будут порывы до 11-14 метров в секунду. Температура ночью 14-19. В горах до плюс 13. Днем 29-34 градусов тепла и местами до плюс 25. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 17-19. Днем 32-34 градусов тепла. Сегодня особенный день для среднепрофессионального колледжа Северокавказской государственной академии. Ровно 60 лет назад. Когда он еще назывался Черкесский политехнический техникум, он раскрыл двери первым студентам. Каменщикам, плотникам, штукатурам и мастерам отделочных работ. Тогда перед учебным заведением стояла очень важная задача – оперативно восполнить кадровый дефицит. По этим профессиям, с которой образовательное учреждение, несмотря на сложности, сопутствующие тем годам, блестяще справилось. Мадина Каракетова, далее. В день 60-летнего юбилея образовательного учреждения, те самые наставники, которые стояли у истоков, были самыми почетными из приглашенных. Фоном звучит, как здорово, что здесь мы сегодня собрались Олега Митяева, что придает особенно шарм этой встрече. Здесь специалисты, преподававшие в разные периоды, и студенты, получившие в этих стенах свою первую профессию и путевку в большую самостоятельную жизнь. Хочу в первую очередь низкий поклон свой обратить к ветеранам нашего колледжа. Вы очень тепло сегодня отзываетесь о нашем учебном заведении. Все, что вы сделали в свое время, мы достойно несем и пронесем дальше. В юбилей среднепрофессионального колледжа в адрес его преподавательского состава и студентов поступило множество поздравительных адресов. Депутат парламента Карачаева-Черкесии Алексей Ганшин зачитал поздравления от главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Вы верно храня традиции старшего поколения педагогов, делаете все для того, чтобы обеспечить республику и впредь подготовленными, квалифицированными кадрами для промышленных и автодорожных предприятий Карачаева-Черкесии. Развивая не только образовательный потенциал молодежи, максимально реализуете творческие способности студентов, в том числе в спорте и волонтерской деятельности. От всей души желаю коллективу колледжа дальнейших совместных успехов и новых побед. Менялись руководители, наименования колледжа, методики обучения, но колледж всегда достойно выполнял свою главную задачу – готовил высокопрофессиональные кадры для всех отраслей экономики республики. Колледж по праву может гордиться своей историей, отметила министр образования Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Сегодня среднепрофессиональный колледж СКГА остается таким же востребованным, как и во все эти десятилетия. Здесь реализуется 16 образовательных программ в очной и заочной форме обучения, 1500 обучающихся, ежегодно колледжи выпускают до 300 специалистов. Самым основным результатом являются те проекты, в которых мы участвуем. Наши студенты являются победителями всевозможных конкурсов профессионального мастерства. Наши преподаватели победители, второй год мы остались победителями всероссийского конкурса «Мастер года». Это те маленькие капли, те маленькие шаги, наверное, из которых пишется история. Не только грамоты и премии получили в праздничный день преподаватели колледжа. Благодарные студенты, отличающиеся не только в учебе, но и своими талантами, организовали яркий концерт с эстратными и танцевальными номерами. Мадина Каракетова, Мухаммед Ошибуков, Вести, Карачаево, Черкесия. Всесезонный горный курорт Архыз в связи со значительным увеличением туристского потока предложит новые активности этим летом. По прогнозам специалистов, на курорте ожидают до полумиллиона гостей. Главные новинки сезона – парк приключений для детей и взрослых на высоте 3030 метров с высокогорными мега-качелями и виа-фератой скальной. Безопасный участок для альпинистов, а также один из лучших в России высокогорный байк-парк. Парк с террасами различного уровня сложности, на которых расположены прыжковые зоны, участки с панорамными видами, трамплины и участки, пролегающие в хвойном лесу протяженностью более 20 километров. Для тех, кто интересуется научно-популярным туризмом, запустят эксклюзивные маршруты в рамках программы «Космический Архыз». Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил сборную республики по борьбе на поясах с высокими достижениями на чемпионате России. Ребята завоевали пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали. Соревнования прошли в Перми, в них приняли участие 250 спортсменов из 27 регионов страны. Карачаева-Черкесию представили Роберт Бачаев, Назим Бастанов, Канамат Декушев, Арсен Мусалаев, Руслан Наурдинов, Ахмат Калаханов, Шамиль Быдаев, Азамат Лайпанов, Азамат Баташев, Арафат Баташев и Азамат Татаркулов, занявших первое и второе место ждет чемпионат мира по борьбе на поясах, который пройдет в августе в Монголии. Отдельные слова благодарности Рашид Тимрезов выразил тренером Индрису Эбзееву, Беаслану Лайпанову, Ансару Татаркулову, Пелялу Байчорову, Дахиру Лайпанову, Руслану Хватыш и Арсену Токову за нелегкий труд и профессионализм. В картинной галерее Черкеска открылись две выставки творческих работ учащихся детских художественных школ Карачаева-Черкесии, исторические и сказочные образы в творчестве Глинки и Великий Пушкин. 220 лет со дня рождения композитора и 225-летие со дня рождения великого русского поэта. На выставке представлено порядка 70 работ, выполненных в разных техниках и жанрах изобразительного искусства. В залах картинной галереи можно увидеть знакомые сюжеты из любимых и известных всем сказок. Юные художники постарались по-своему передать образы пушкинских героев, поделиться своим видением его поэзии и прозы. Жюри определило победителей, лауреатам вручили грамоты. По традиции в день рождения Александра Сергеевича Пушкина в «Вести» читают стихи великого русского поэта. Отрывки из произведений классика можно будет посмотреть завтра в программе «Вести» утро в 8.35. Это все «Вести» на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Галка». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова